Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и что же делать, когда мы с вами при попытке в Warcraft 3 Raid of Chaos или же Frozen Throne нажимаем локальная сеть, у нас появляется с вами следующая ошибка. Для полнофункциональной игры по локальной сети требуется служба Bonjour, запустите её, у нас с вами есть два варианта, если вы нажимаете нет, вас обратно выкидывают в главное меню, если вы нажимаете дау, то у вас появляется следующая ошибка. Вот такая. Не удалось запустить службу Bonjour, что же делать? Решение вправду поистине странное, и вообще каким образом и боком здесь находится Apple Inc. остается загадкой, как так в Warcraft 3 или вообще Blizzard умудрились просто, я не знаю, связаться с Apple. Однако, нам потребуется с вами установить Bonjour SDK с сетью. По ссылке в описании под видео, можете скачать этот файл, либо найти приложение Bonjour SDK самостоятельно где-то в интернете. Разработчиком данного приложения является компания Apple Inc. Corporate, отвесит всё это примерно 8,5 мегабайт. Вариант либо скачать у меня, я добавлю, наверное, на Google диск режим Megan The File обменник, если там или там не скачается, попробуйте просто другую ссылку, либо вариант, если вы мне не доверяете, можете искать всё это приложение самостоятельно. Мы нажимаем с вами Next, также, обращая ваше внимание, что предназначено именно у меня в архиве это приложение только для 64-битной версии винды, поэтому если у вас будет 32 бит, скорее всего, на вас не поставится. Нажимаете Next, нажимаете ISF Determined in the License Agreement, далее нажимаете Next, далее мы с вами нажимаем Next, вновь ещё раз, а также теперь нажимаем просто Install, и после этого у нас с вами появится значок. Значок должен был появиться у меня, предложение UAC, да, это контроль учетных записей пользователей, нажать кнопку да или нет, и, соответственно, просто выполнить установку от Bonjour SDK, либо вариант установить только Bonjour без SDK, тут, в принципе, без разницы, у меня это была установлена штука, такая у моего братка одного знакомого такая ошибка возникла, и после этого, когда установка будет спешно у нас с вами закончена, можете запускать игру и играть. Для игры по сети требуется Redmin VPN или Logmin Hamachi, этот гайд мы рассматривали с вами отдельно уже в другом видеоролике. Процесс может занять некоторое время, а также внизу, вот здесь у вас может появиться значок контроль учетных записей пользователей, мы с вами нажимаем, да, разрешите нам приложение, от известного издателя носить изменения на нашем с вами устройстве. Появляется статус, после этого у нас с вами завершается процесс установки, нужно будет некоторое время подождать, может быть даже несколько минут, и ошибка пропадет. Ну вот и все, нажимаем с вами кнопку финиш, можете успешно запускать игру и убедиться в том, что ошибка у вас пропадет. А на этом пока что все, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказывать друзьям, с вами ваш Юран, огромное спасибо за внимание, до новых встреч, не переключайтесь, скоро увидимся, огромное количество всего крутого смотрите на канале, спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока, ребятушки, не переключайтесь.